Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет дорогие друзья, с вами по-прежнему я Алексей и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео, видео по игре American Truck Simulator, опять чуть не сказал 2 И как вы уже успели догадаться из названия, это обзор беты 1.4 Эта бета вышла в общий доступ буквально минут 20 назад, я уже успел перевести статейку и выложить ее в группе канала ВКонтакте Ссылочка будет в описании, переходите, подписывайтесь, читайте В своих обзорах, в обзорах бета патчей я так стараюсь коротенечко о главном Но сегодня в принципе такой патч вышел, что там в принципе можно его пересказать и весь Первое, что было добавлено, это сейчас я вам перечислю самое, так сказать, главное нововведение, ну так разработчики сказали Это у нас регулирование рулевой колонки, то есть теперь ее можно регулировать там вверх, вниз, на себя, от себя И также одно из нововведений, о которых узнал вот только-только что, о них они раньше не говорили Это новая система выбора трейлера, как для АТС, так и для ЭТС Соответственно рулевая колонка также на две игры распространяется Ну и далее там, если так на память вспомнить, опять-таки различные улучшения Мелкие фиксы, добавили новые мониторчики на бортовой компьютер Ну то есть новые значения, то есть новые у нас данные там будут показываться Это по-моему объем, расход, в общем что-то в этом плане они поправили Также по модингу некоторые сделали изменения, добавили клаксоны, теперь они в тюнинг То есть это отдельная деталь у нас получается по тюнингу идет Добавили звук низкого давления воздуха в тормозной системе Ну, включил я эту эмуляцию, постараюсь я вам об этом сегодня показать и рассказать Вот почему-то у меня стал черный экран, не знаю почему, все куда-то пропало Итак, и одно тоже из самых таких главных нововведений, это зуммирование камеры Ну то есть, давайте объясню, что это такое Вот помните, вы играли в OMSI, OMSI 2, в Trains, также можно было там правую кнопку мыши нажимать И камера увеличивалась вперед, вот это добавили сюда Кому-то удобно, кому-то нет, ну я не знаю буду ли этой функцией пользоваться или нет Как мне кажется, она просто здесь бесполезна, ну для кого как Настраивается она в настройках управления, не зря я сюда зашел У вас наверняка там будет русская версия, я играю на английской Потому что мне просто не нравится, как здесь все переведено на русский язык Вот это Mi-C, не нравится мне это Переходим в раздел управления камерой и смотрим Вот тут у вас будет написано зуммирование или увеличение камеры в салоне Здесь у меня она как значится как Zoom Interior Camera Ну я назначил правую кнопку мыши и все, то есть когда я ее буду нажимать У меня будет камера зуммироваться Ну сейчас мы это все с вами протестируем И по настройкам геймплея также была добавлена функция Желаемая, как сказать, желаемая величина Или желаемое расстояние по заказам То есть ну насколько короче вы хотите, чтобы у вас далеко вам игра выдавала заказы То есть если мы ставим минимум, то у нас там будут постоянно мелкие заказы Ставим посередине, у нас уже будут ну такой средней дистанции Ну и максимально это у нас там будут постоянно в перемешку с малыми, средними дистанциями У нас будут появляться большие В принципе все, никаких здесь больше улучшений не добавилось Так что, ребята, давайте, наверное, сразу мы с вами перейдем непосредственно к игре И сделаем обзор этих функций Итак, сначала мы начнем с зуммирования камеры Вот обратите внимание Ну не сильно, конечно, она так это все дело зуммирует Хотелось бы немножечко побольше зум увеличения Но я думаю, что это все можно совершенно просто поправить где-нибудь в прописке Ну вот обратите внимание Да, у нас теперь есть возможность разглядеть панель приборов получше Прямо таки, знаете, можно даже сиденья не двигать Так раз, оп, чувак, привет, как у тебя дела? Прикольно Так, давайте мы пробежимся по этому дефолтному Нет, здесь в принципе осталось все то же самое Я думаю, на 900 кинворте они что-то поменяли, что-то перемапили Я так думаю По регулировке руля давайте посмотрим Здесь, как видите, у нас Set Adjustment полностью переделалась Менюшка Ну вот руль, обратите внимание, я его поднимаю вверх Камеру бы, конечно, хотелось по-другому, чтобы она вниз опустилась Но почему-то они решили ее оставить при дефолт Но если я, допустим, сделаю вот так А, вот, все, а, нет, все равно скидывается Блин, плохо То есть у нас на клавишу V руль опускается А на клавишу G, либо P русскую поднимается Ну прикольно Так, давайте мы с вами сядем немножко пониже Так, ну я бы, допустим, ездил, ну не знаю, где-то, наверное, вот так И по вылету ближе к нам И B это, наоборот, дальше от нас Ну, давайте где-то, наверное, вот так вот мы сделаем Чтобы приборную панель мы с вами видели Итак, далее Зуммирование проверили Проверили Руль проверили Давайте заведем трак Так, я надеюсь, у меня, да, у меня стоит Я хочу сбросить давление А здесь, по-моему, нет такого датчика Я сейчас просто давайте тормоза зажму Весь воздух мы сейчас с тормозов выпустим Он, скорее всего, будет только в салоне Но постараемся Я сейчас так вот подавлю просто Вот, слышите? Break air У нас низкое давление Давайте немного показуем Оп, все, пропало Видите, как круто, ребята? На самом деле, вот этого не хватало Вот, очень не хватало Вот, какой-то живности в салоне Чтобы что-то пикало Чтобы что-то звенело То есть, ну, на самом деле, это круто Так, давайте посмотрим теперь По выбору грузов Вот, когда вы приезжаете на меточку У вас вот такие шестеренки здесь появляются Если вас не устраивает вот этот трейлер Ну, давайте выберем, допустим, его Посмотрим, какие у нас есть альтернативы Из именно бокс-трейлеров То есть, либо вот такой мы можем повезти Либо такой, как мы его видели ранее Ну-ка, а это у нас А, они у нас, то есть, оба боксовые, получается И альтернативы у нас, по сути, нет Так, ребята, окей Я вас понял Давайте мы перелетим на какую-нибудь Другую базу Сейчас быстренько какую-нибудь Здесь найдем, если таковая есть Везде, блин, одни валмарты Ой, неужели в Америке реально так много валмартов? Вот, отличный выбор Ребят, вообще абсолютно идеально Давайте посмотрим здесь теперь, что у нас имеется Быстренько мы переметнулись Freight Market Ну, допустим, давайте выберем вот этот Что у нас есть на альтернативу? То есть, у нас есть обычная штора Либо длинная штора Ну, то есть, они подразделяют это так, да Типа короткий вариант трейлера И более длинный вариант трейлера То есть, что вы захотите Очень интересная вещь, я думаю Будет она актуальна, как нельзя, кстати В мультиплеере, да Потому что постоянно возникает такая проблема С подбором трейлера постоянно у людей Особенно на конвоях На всяческих насходках и так далее Ну что, ребят В принципе, вот такое вот обновление Вот такой вот быстрый обзор этого обновления Посмотрим теперь, что будет у нас в ETS В патче 1.25 Он будет очень вкусный Я думаю, что он будет одним, наверное, из самых офигительных Потому что я знаю, что там будет еще Но я не могу вам этого говорить Потому что это инсайдерская информация Если я и поделюсь, мне настанет капец Все, ребятки Спасибо всем огромное за внимание Ставьте лайк, если этот обзор вам понравился И был чем-то полезен Раскидывайте его во всех своих группах В социальных сетях, где везде это только возможно А, кстати, ребята Я забыл показать Я Алеша Я забыл показать и доказать вам То, что здесь действительно Теперь клаксоны являются частью тюнинга Давайте посмотрим Можно ли поставить клаксоны на этот кинворд Мне просто стало интересно Либо только на девятисотку это все ставится О, я заглушился Вообще зашибись Давайте отъедем И обратно подъедем Окей И, кстати, проверим еще одну фишку Про которую я забыл Начал с вами прощаться Ну, блин, как всегда Вот я что-то задумаю Смотрите, какая тема Теперь у нас можно поменять руль Это просто офигительно Раз Раз В чем прикол Смотрите Интерьер у нас получается Такой под дерево Достаточно крутой Да, все классно выглядит А руль, ну, параша Ну, пластиковый На самом деле ни о чем Что мы делаем Нажимаем сюда И берем эксклюзивный руль И теперь у нас руль под дерево Ну, ребят, ну, на самом деле Очень-очень круто все это дело смотрится Но это уже дефолтный тюнинг Так, пересматриваю И давайте посмотрим по дудкам Ну, да, к сожалению Здесь его нельзя поставить Скорее всего Это можно будет реализовать Уже на Кинворте Потому что у него крыша плоская И вот как раз-таки Эти дудки там стоят Клаксоны Ну, если что Проверьте там сами И напишите в комментариях Да, действительно Был ли я прав Действительно ли они стоят У нас Эти клаксоны Именно на Кинворте Ну, а теперь, ребята Точно все Проверил я вроде бы все Что смог Огромной вам удачи желаю Не забывайте, опять же Про лайки и подписку Раскидывайте это видео Везде, где только возможно Мне будет очень приятно Все, ребята Побежал тестить дальше Побежал кататься Всем огромной удачи Еще раз и всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok